Приветствую тебя на 10 занятии по анимации иллюстрации. И на сегодняшнем уроке мы сделаем анимацию бэкграунда. Бэкграунд у нас состоит из двух слоев. Найдем их в панели слоев. Это LineBG, то есть линия на бэкграунде, и сам бэкграунд. Через зажатый Ctrl выделяем оба слоя и включаем им SoloView. Для того, чтобы нам было виднее, отключаем видимость альфа-канала. И для начала выделяем только вот этот элемент. Заходим во вкладку Effects Impressions и находим эффект Turbulent Displace. Выделяем его и перетягиваем на наш слой. Если мы включим и выключим этот эффект, то увидим, что он внес определенную деформацию в наш объект. Основные параметры Amount и Size мы оставим как есть, а анимировать будем параметр Evolution. Если его менять, то увидим, что происходит вот такая деформация. Отменим действие. Для анимации этого параметра мы будем использовать выражение. Зажимаем клавишу Alt и кликаем по часикам рядом с параметром Evolution. Появилось поле для ввода выражения. И мы вводим следующее выражение. Time умножить на 100. Щелкаем в стороне. Проверяем. Отлично. Видим вот такую деформацию. Само по себе выражение Time используется для создания бесконечной анимации того или иного параметра. К примеру, здесь это выражение означает, что каждую секунду параметр Evolution будет меняться на 100 градусов. Если мы перейдем на первую секунду, то увидим, что вот здесь параметр поменялся на 100 градусов. Если мы перейдем на вторую секунду, то увидим, что параметр поменялся на 200 градусов. То есть к 100 градусам на первой секунде добавилось еще 100 градусов на второй секунде. И получилось 200. Если мы перейдем на третью секунду, то увидим число 300 градусов. И так далее. И так оно будет меняться бесконечно. Это выражение можно использовать с любым другим параметром. Например, Position, Scale или Rotation. С которыми мы уже познакомились. Итак, мы выделяем слой, сворачиваем его и переходим ко второму слою. Второй слой – это линия. Для того, чтобы сделать анимацию линии, сначала мы ее сконвертируем в так называемый Shape Layer. Это векторный формат слоя внутри After Effects. Выделяем слой. Нажимаем правой клавишей мыши. Выбираем Create. Create shapes from vector layer. Выделяем новый созданный слой. Сворачиваем. И видим, что оригинальный слой стал невидимым автоматически. И вместо него мы имеем созданный нами Shape Layer. Раскрываем его. Заходим в параметр Stroke. Вот здесь вот. Я немножко увеличу для того, чтобы было виднее. Мы развернули слой, параметр Stroke. И в нашем случае автоматически добавился параметр Dashes. Dashes – так называемые промежутки для того, чтобы создать пунктирную линию. Их можно регулировать. Например, выбрать параметр Dash, увеличить его или уменьшить. И тогда сами пунктирные линии внутри нашего объекта будут разной длины. Также можно менять параметр Gap. Gap – это как раз промежутки между линиями. Их также можно увеличить или уменьшить. Я верну все как было. И для анимации этой линии мы будем использовать параметр Offset. То есть сдвиг пунктирных линий в одну сторону, либо в другую сторону. Для этого параметра я также буду использовать выражение Time. Зажимаем клавишу Alt, кликаем по часикам и вводим выражение Time умножить на 50. Щелкаем в стороне, проверяем. Сейчас линия двигается довольно быстро и не в ту сторону, которую нам нужно. Для того, чтобы это исправить, кликаем по выражению, убираем число 50, ставим минус и 25. То есть Time умножить на минус 25. Минус мы поставили для того, чтобы движение происходило в обратную сторону. Щелкаем в стороне, проверяем. Отлично, то что нужно. Переходим в начало таймлайна, сворачиваем слой и убираем Solo View. Переходим на общий план, немного сдвигаю снова панель слоев и смотрим, как все это выглядит на общем плане. Отлично. Мы создали анимацию для последнего объекта и сейчас каждый объект в нашей иллюстрации заанимирован. Поздравляю тебя с завершением мастер-класса по анимации и иллюстрации и теперь благодаря полученным знаниям ты сможешь сделать анимацию любой иллюстрации. И я надеюсь, что сейчас After Effects не кажется тебе таким сложным. Я желаю тебе успехов в твоих дальнейших проектах. Увидимся в следующих мастер-классах. Пока.